Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока звучит следующим образом. Вегетативное размножение, строение цветка, опыление, оплодотворение. Сегодня на уроке вы узнаете о строении цветка, научитесь описывать части цветка, сможете сравнивать способы вегетативного размножения у растений, и научитесь определять, как происходит оплодотворение у цветковых растений. В Алматы очень много различных сортов яблок. Большое количество кислых, сладких и любимых всеми сортов было выведено человеком. Этому способствовали знания о вегетативном размножении растений. Внимательно следите за информацией на уроке. Возможно, после сегодняшнего урока вас глубоко заинтересует данная тема, и кто-то из вас станет знаменитым селекционером или просто любителем садоводом. На предыдущем уроке мы говорили о способах размножения растений и завершили разговор о половом размножении. Результат полового размножения вам известен. Организм получает новые признаки обоих родителей. Сегодня мы поговорим об одном из видов бесполого размножения – вегетативном. При вегетативном размножении наследуемый материал идентичен. То есть организм, особь полностью похожа на материнскую, родительскую особь. Вегетативное размножение – это размножение клеток вегетативных органов. У растения это могут быть листья, стебли, корень. Вегетативное размножение – это не что иное, как клонирование. Многие виды растения способны делиться за счет простого деления тела. Человек сам делит нужные части растения или же растение само размножается частями. Рассмотрим конкретные способы вегетативного размножения. Итак, способы вегетативного размножения – видоизмененными органами, корневещем, черенкованием, отводками, прививкой, глазками. Размножение видоизмененными органами осуществляется усиками, к примеру, земляники, луковицами. Примерами являются такие культуры, как чеснок, лук, лилия и клубнями у картофеля и топинамбура. Растения можно размножить клубнями. Для выращивания картофеля достаточно посадить один клубень, желательно массой 80 грамм. Садят его в почву весной, а осенью с каждого клубня можно будет собрать десяток новых клубней. Размножение глазками – еще один способ вегетативного размножения. Чтобы размножить глазками, надо вырезать почки с небольшой частью мякоти клубня и посадить в ящик с плодородной почвы. Из почек развиваются ростки, а в них будут развиваться отростки, то есть в ней отрастут придаточные корни. Это уже рассада, которую можно спокойно высаживать в поле. Черенкование. Чаще всего растения размножают черенкованием. Виды черенкования бывают стеблевые, корневые, например. Стеблевое черенкование – это размножение многолетних декоративных растений. Например, многих комнатных растений, к примеру, бальзамин, пеларгония. И вместе с ними можно размножить культурные растения путем черенкования. Это, например, смородину, розу, тополь и многие другие деревья и кустарники. Для этого, для того, чтобы размножить путем черенкования, весной, до распускания почек, однолетние древесневевшие черенки, длиной примерно 25-30 сантиметров, сажают в хорошо подготовленную плодородную почву. К осени на черенках вырастут придаточные корни. Тогда черенки выкапывают и сажают на постоянное место. Размножение отводками. Размножение отводками – их достаточно много способов. Самый простой – изогнуть молодой побег так, чтобы средняя его часть касалась земли, а верхушка была направлена вверх. Затем на нижней части побега сделать надрез. Надрез делается на коре. Полить место надреза и окучить, то есть присыпать, разрыхлить землю и присыпать ею. Осенью же вместе надреза вырастают придаточные корни. Теперь побег отрезают от куста и высаживают в грунт. Размножение прививкой. Прививками обычно размножают плодовые деревья. Для этого черенок или почку, почку-глазок культурного растения, надо срастить со стеблем. Со стеблем дичка. Дичок – это двух-трехлетнее молодое растение, которое выращено из семени плодового дерева. Прививаемый черенок или глазок растения называется привоем, а дичок, которому прививают – подвоем. Еще один более современный способ вегетативного размножения – это каллус. Каллусом называют дедифференцированные, то есть потерявшие специализацию клетки, способные дать начало целому растению. Являются объектом клеточной инженерии. В биологии растений каллусом называют также клетки, образующиеся на раневой поверхности растения в виде опробковевшей ткани, которая возникает в результате деления пограничных сраной клеток. Каллусная ткань способствует зарастанию ран с растанию прививок. Следующая тема, которую мы рассмотрим – строение цветка, опыление и оплодотворение. Наша планета разнообразна растениями, и больше всего из них – это покрытосеменные или цветковые растения. Только представьте себе, что из 500 тысяч видов растений только покрытосеменных насчитывают 250 тысяч видов. Такое количество зависит от появления у данного отдела репродуктивных органов, то есть цветка, плода и семени, покрытой кожурой. Ребята, предлагаю вам сейчас просмотреть небольшой видеоматериал. Цветы – это самые привлекательные части растения. Они состоят из элементов, нужных растениям для воспроизводства. Многие растения обладают и мужскими, и женскими репродуктивными органами. Мужская часть называется тычинкой. Они состоят из тонких волосков, тычиночных нитей, с луковичным концом, пыльником. Пыльник вырабатывает пыльцу. Пыльцевые зерна крошечные, как пылинки. И содержат мужской генетический материал. Хотя некоторые растения пыляются самостоятельно, пыльца обычно переносится живыми организмами. Или с помощью ветра. Пыльца оседает на женскую часть. Рыльца. Которая производит клейкое вещество для ее улавливания. Происходит опыление. Затем пыльца выращивает крошечную трубку, которая проталкивается через рыльце по тонкому столбу, называемому столбиком. Чтобы достигнуть яйцеклеток, называющихся семя почками и хранящихся в завязи у основания цветка. После оплодотворения женские части набухают. Завязь превращается в плод. И яйцеклетка внутри становится семенем. Опадают лепестки. Так как вся энергия направляется на растущий внутри плод. Жизнь цветка закончилась. Его задача в жизненном цикле растений выполнена. Итак, цветок – репродуктивный орган семенного размножения. Здесь происходит образование половых клеток, опыление и процесс оплодотворения. Рассмотрим подробнее строение цветка. Цветок состоит из таких частей. Главные части цветка – это пестик и тычинки. И второстепенные части – это чешелистики и лепестки. Группа лепестков образует венчик. Все части цветка находятся на цветоложе, которые, в свою очередь, находятся на цветоножке. Давайте подробнее остановимся на главных частях цветка. Итак, пестик – женский орган цветка. Состоит он из рыльца, из столбика и завязи. В полости завязи находятся семя зачаток или семя зачатки. Можно их назвать семя почками. Каждая семя почка содержит в себе зародышевый мешок. Тычинка, мужской орган, состоит из тычиночной нинхи, пыльника, состоящего из двух гнезд, в которой находится пыльца. Пыльца содержит две половые клетки, два спермия. Цветки бывают обоеполые и раздельно полые, то есть однополые. Цветки обоеполые – это цветки, имеющие и пестики, и тычинки. Примерами могут быть цветки липы, цветок лилии, цветок вишни. Цветки однополые – примером может являться тополь. Цветки, которые содержат либо пестичные женские цветки, либо тычинки. Это тычиночные мужские цветки. После созревания пыльцы происходит процесс опыления. Опыление – это перенос пыльцы, стычинки на рыльце пестика. Виды опылений. Встречается самоопыление и перекрёстное опыление. Самоопыление встречается у пшеницы и у гороха. Самоопыление происходит у растений тогда, когда они ещё закрыты в бутоне. Пыльца своего же цветка падает на рыльце пестика своего же цветка, когда ещё бутон не раскрыт. Перекрёстное опыление осуществляется ветром насекомыми. Примером является опыление ветром – это тополь и кукуруза. Примером опыление насекомыми – яблоня и малина. При опылении ветром у растений никогда не бывает ярких душистых цветков. Пыльца обычно у таких растений бывает мелкая и сухая. Тычинки обычно имеют длинные свисающие нити. То, что я перечислила, является приспособлением к опылению. Опыление насекомыми обычно осуществляется пчёлами, осами, муравьями, жуками, мухами и бабочками. Насекомых в цветках привлекает сладкий нектар и пыльца. Пыльца цветков обычно крупная и очень клейкая. Насекомые, перелетая с цветка на цветок, могут на своём хоботке, к примеру, если это пчёлы, унести пыльцу. И на другом цветке она уже попадает на рыльце пестика. Процесс оплодотворения именно у цветковых растений называется двойным. Внимательно прослушайте, как происходит оплодотворение у цветковых растений. Созревшая пыльца попадает на рыльце пестика. Здесь она прорастает в пыльцевую трубку. Пыльцевая трубка на конце несёт пыльцу, в которой находятся два спермия, две мужские клетки. Пыльцевая трубка несёт пыльцу к семязачатку. Семязачаток имеет два семя входа. Через один семя вход один сперми оплодотворяет центральную крупную клетку. Другой же сперми оплодотворяет яйцеклетку. Происходит двойное оплодотворение. Обратите внимание на данную схему. Когда один сперми соединяется с половой женской клеткой, яйцеклеткой, образуется зародыш, который имеет диплоидный набор хромосом. Следующий же сперми соединяется с центральной клеткой и образует эндосперм. Эндосперм имеет, обратите внимание, триплоидный набор хромосом. Триплоидный набор хромосом встречается только у цветковых растений. Таким образом, в результате опыления и оплодотворения образуются семена и плоды. Семена образуются из семя зачатков, плоды образуются из стенок, завязи. Итак, ребята, мы с вами изучили две крупные темы. И я предлагаю вам сейчас закрепить изученный материал. Какие части цветка являются главными и какие составляет околоцветник? Проставьте галочки в соответствующие графы. Проставляете галочки или плюсики туда, где вы считаете это главной частью цветка, или же вы считаете эти части второстепенными. Ответ. Главные части цветка – это пестики, тычинки, второстепенные, венчик и чашечка, которые составляют околоцветник. Я думаю, вы легко справились с этим заданием. Следующее задание. Какие же способы не относятся к способам вегетативного размножения? Перед вами даны различные способы. Определите, какой из них не является способом вегетативного размножения. Я думаю, вы верно ответили. Это оплодотворение. Все остальные способы – это те способы, с которыми мы сегодня с вами познакомились. Итак, ребята, урок закончен. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин